привет сегодня 16 четверг приехала в очередное место на работу якобы в ресторан да вот ресторан на пляже вот он сказал что у него там 40 человек было вчера во время обеда что я не верю абсолютно здесь она не настолько хотя и народ есть на пляже но не настолько конечно вот и что и для чего мне сюда пригласили ребята она что-то хочешь не ничего не хочу потом она через две минуты сеньора градиша кафе все-таки хочешь кафе игры нет сеньора спасибо потом сижу жду этого значит поговорила с шефом до коко и жду хозяина место и это и потом не поняла что все-таки он не сказал что придешь и будем пробовать оба сейчас уже говорить что уже поздновато мол типа того я уже все приготовил и уже типа того не надо да надо надо пораньше прийти утром хотя я поговорила утром что сейчас приеду то есть не в 9 утра да а к 11 буду и тоже если поговорим все нормально делаю пробу да вот проходит пять минут синьора сзади опять синьора хотите кафе представляете ребята опять то же самое опять отравление чисто пригласили меня мне приглашают чисто чтобы наполнить химией вот что происходит происходит все эти десять лет и продолжает происходить но уже я тебе просто с утра говорю никаких ни у кого ни с кем ни в каком кафе ни в каком баре ресторанов каким бы не сладким голосом как насколько бы не гостеприимны были эти фальс фальшо фальшивые эти гостеприимства да не соглашаться ничего не пить и не есть никогда не с кем не с какими членами этого ресторана и не с какими шефами и не с хозяевами ни за что никогда потому что я постоянно на одну и те же грабли я не знаю что вам не закрывают во время я значит работаю работаю потом раз такая ну как закрывают закрывают тебе мышление закрывают тебе логику да и на автомате ты берешь и начинаешь что-то предложили в конце пасу очень любезно то ты же там целый день на улице целый день была не была дома там без обеда с утра и приехала вечером работать давай вечером поедим там все вот соглашаюсь до села поела и что она она со мной сидела ела а нас будет проглотила антидот а я съела буквально три макаронины и эти три макароны мне хватило чтобы чтобы плохо себя чувствовать чтобы все уколы по телу и все это было представляете вот так что очередная наебка все пляжи больше не проходят вот так ребята а море прекрасное жаль что и короче если здесь я увижу не серьезно то это все моя последняя точка потому как я уже одна день пляж ездила ними пригласили до завтра выходил утром на работу и в то же время далее бокал бокал воды до пар пошла пошел он за якобы любезно предложил мне стакан воды хотя я сказала нет мне бутылку он сделал вид что он не услышал только протянул руку в баре ему также всунули уже стакан с водой то есть они взяли даже бутылку не налили из нее они просто уже стояли на готове водичка уже заправленная заправлен заправленная отравкой вот так вот почему то никто не жалуется я вот не знаю из этих потерпевших мк ультер никто не жаловаться таким отравлениями только у меня безумное безумное наполнение химии ребята все эти годы все все меня и собаку мы когда убежали из белоруссии приехали швейцарию у меня собака зарывалась в саду там дом дал мой знакомый который оказался естественно пси вот который я которого я знаю 20 лет уже закрытой фазе я его знала 20 лет уже до этого ребята всю всю молодостью всю я его знала и вот он дал мне дом пожить там да он в цюрихе работает а в луганом не дал дом такой садом там виноградник так люся просто закапывалась в землю и вот так вот и чтобы ну очиститься вот я так же говорю молодец умничка девочка и садилась рядом с ком с ней и ноги закапывала ступни ног запаха закапывала в землю мы такие на химичные приехали с белоруссии полностью и нас там жгли по черному в луганом швейцарии не шутят нас там также ли что я спала под зонтами с алюминием собаку заворачивала тоже в алюминий она лежала со мной и понимала что это все защита и не двигалась и не выкобинилась и не улетала никуда очень умная понимала что все это не искусственно что мы все естественно она с детства со щенячьего возраста я ее взяла в месяц и с месяца ее уже облучали она даже не выросла до нормальных размеров она была маленькая не выросла она у нее мама огромнейшая она маленькая вот но тем не менее родила как-то недоношенных совершенно двоих щенков до совершенно маленьких вообще малю пустеньких один погиб один остался и этого я по которой остался один я привезла с собой швейцарии подарила этому моему знакомому в швейцарии до который мне дал дом вот сначала мы с ним выкармливали этого щенка молочком это я выкармливала люси не было молочка и и сделали так что у нее никогда не было молока у моих собачек не было молока не было они делаю что рожают а потом за перекрывают эти молочные молочные выходы не то у собак молока вот не было молока и я кормила его по каждые два часа вот дома сидела и выкармливала этого щенка и отдала потом этому знакомому швейцария и в этом доме вот мы лежали под этими под алюминием под зонтиками под алюминием безумно жгли, ночами бегали вокруг, стучали в окна эти придурки, вообще дурдом полный просто вот и продолжается, это продолжается это травление продолжается у меня какая-то машина из меня делает, по-моему машинка, наша машинка, потому что управление есть, управление внешнее есть управление в определенные моменты жизни очень ответственные когда подожгли мою машину мне сказали, ничего не делать она только такая тряпка начала гореть, мне собаки разбудили, да, вот и я вовремя встала, и собаки меня разбудили, и я могла бы потушить мне сказали, ничего не делать, и я тупо остановилась, ребята, я не смогла ничего делать, не было ни мозга никаких движений я стояла и тупо смотрела, как горит моя собственность, моя почти новейшая машинка, которую я только купила и ей там, не знаю, год был, наверное ну, от первой ручки все, новенькая, класса мерседес и это и стояла, тупо смотрела и таких ситуаций было много я таких ситуаций делала видео таких ситуаций было много у которых момент меня подставляли подставляли мне одного придурка сбросить с балкона у которого меня опять же завели с собаками которые родились у меня потом у Люськи родились у меня шесть щенков и некуда было деваться я практически вышла на улицу вот, и меня отвезли якобы пристроили к одному там, однокомнатная квартира он принимал психофармачи и то же самое мне все портил но мне собаке некуда было некуда было идти естественно, я приняла это предложение потому что шесть щенков у нас с нами жили вот, и это, и что мне этого придурка сказали ну, он мне портил там вещи там, всякого говничества не хочется даже говорить об этой грязи вот, и в определенный момент мне говорят выброси его с балкона а он всегда лежал вот, лежал на своей там однокомнатной кроватира маленькая у него кроватка у меня диванчик раскладной, да вот и он выходит он лежал только сутками ну, единственное занятие было утром он выпивал свою таблетку которой приходила медсестра он спускался с бокалом воды она ему давала таблетку он выпивал она его проверяла ему рот вот, и он поднимался это единственное его было занятие и лежал и лежал сутками на кровати все тут он вдруг встает в своей кровати выходит на балкончик был балкончик маленький и через него наклоняется так вот низко-низко а он худой очень потому что ничего не ел я еще в ресторане работала так приносила еду его подкармливала а так он вообще такой худой-худой был хотя раньше был жирный животяра у него был большой фотографии просто не узнать и на этих психофармаках он очень похудел вот и он переклоняется через эти перила ну там его столкнуть да, вот чуть-чуть было подтолкнуть и он бы там полетел это был всего лишь по-русски второй этаж да здесь первый этаж был ничего бы я говорю он бы не убился он что-нибудь бы себе сломал вот и у меня было бы покушение на убийство естественно вот естественно я этого не сделала но ребят ну была команда представляете уже управляли управляли мной и много раз другой раз одного придурка там иди ему морду дай и вся его ну он магун магии черной да у меня 10 тонны на меня вешали черные магии порч и так далее вот и занимался этим я знаю человек который этим занимался вот они сказали что иди ему дай иди ему дай морду вот один фотографирует видите вот видите как он снимает вот как он снимает повернулся это дай ему в морду тогда ему чтобы кровь пошла из носа и тогда все вернется ему вся чернота вернется значит мне вбили в голову такое где-то было сообщение где-то значит мне давали читать эти что вот вернется вся черная магия из этого как это синяя рубашка вы видели да стоял снял с одной стороны потом с другой потом повернулся ко мне да камеру то есть эту заднюю включил на себя да и на меня включил а сейчас остановился его рассматривает получилось ли чего-то или ему надо возвращаться еще раз это сделать фотографию все опа перпса новая рация позорная просто позорная не людей вот о чем говорила ну вот и второй раз толкнули и я шла я шла к нему поближе к его работе где он проходила просто мимо я не зашла и не сделала это а из-за угла уже выехала машина карабинера представляете там ему даже звонить не надо было они уже стояли за углом хотя я уже об этом говорила я говорю что я повторяюсь но не все же смотрят все видео поэтому повторилась и рассказала вот как и это просто заготовки полиция участвует просто вас сдадут тут же под белорученьки и только это и надо чтобы разрушить вашу жизнь совсем еще под процесс какой-нибудь подать вот и такие постоянно и вот у меня вчера жуткое было кстати жуткое я была полна энергии что-то движение у меня было все шло рука охладилась какие-то вопросы решались которые я не могла решить неделями и мне потом раз вдруг стрелба это из очень долго не было автобуса вот что-то было не то совершенно вне расписания всякие потом подходит наконец мой я иду домой выхожу на мои остановки и что такой прям прям выстрел понимаете громкий вот естественно у меня была камера не открыта не включена вот потому как у меня проблемы со светом но я прям оглянулась просто 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 как выстрел просто такой громкий звуковой не только этот раньше было я у меня была камера и да было с автобуса на моей остановке выхожу выстрелы но это было видно на камере вот такой да свет такой вот а это это звуковой именно был именно звуковой и что меня все это было утром и все и и потом все я ни на что не способна я была в кровати целый день и сегодня еле я выехала вот на вот эту пробу но это будет последний ресторан который который на пляже который чего-то питается мне всунуть вот такие дела ребят на сегодня пока все